Пилотам компании «Аэрофлот» разрешили совершать рейсы с неисправными тормозами в течение 10 дней и предупредили о риске выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы на самолетах с деактивированным тормозом. Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону. Обращайте внимание на данный факт, в особенности при посадке на мокрую ВПП с боковым ветром. Бюллетень по безопасности полетов «Аэрофлота» из публикации телеграм-канала «Авиаторщина». «Аэрофлот» не впервые отходит от международных стандартов безопасности полетов. В марте 2022 года всем старшим бортпроводникам запретили носить любые замечания относительно оборудования салона в бортовой журнал без согласования с командиром воздушного судна. Это была массовая рассылка всем старшим бортпроводникам, которая гласила, что любую поломку, с которой вы столкнетесь за время рейса, вы в CLB не вносите, а устно говорите, что и где не так. Соответственно, если запчасти нет, чтобы борт на бетон не сажать, самолет мог улететь с неисправностью, в том числе и достаточно серьезной. Бывший сотрудник «Аэрофлота» в интервью изданию проект. Ухудшение состояния российской гражданской авиации связано с резким – пять раз сокращением расходов на обслуживание и ремонт самолетов. К примеру, в 2021 «Аэрофлот» тратил около 20 миллиардов рублей, а в 2022 – меньше 4 миллиардов рублей, пишет издание «The Moscow Times». И, конечно, все это результат санкций Евросоюза, США и Великобритании в отношении страны-агрессора. Так, производители «Боинг» и «Арбас» прекратили поставки запчастей, прекратили техобслуживание и поддержку российских авиалиний. Кроме того, были расторгнуты договоры лизинга. До начала войны в России эксплуатировалось 1200 самолетов и свыше 60% из них были иностранными. При этом именно иностранные суда обеспечивали около 95% трафика. После начала войны и введения санкций 78 иностранных самолетов российских авиакомпаний сразу арестовали за рубежом. Из-за нехватки деталей и разрешенных маршрутов множество оставшихся у России иностранных самолетов простаивают. Минтранс ожидает, что к 2025 году до трети существующего иностранного авиапарка будет каннибализировано. Из публикации издания проект. Разобрали на запчасти в Аэрофлоте уже как минимум 25 бортов. Активно использует Россия схемы серого импорта. В этом году в Федерацию везли запчасти для иностранных самолетов как минимум на 171 миллион долларов, выяснила верстка. Вот только французских, немецких и американских поставщиков Россия сменила на компании из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. К примеру, компания «Посредник Протектор» в 2023 везла в Российскую Федерацию 6 самолетных двигателей для Boeing 767, Boeing 737 и Airbus A320. Какие-то запчасти неоригинальные, ну, наверное, в большинстве своем, так как, опираясь на заявления и документы Минтранса и Росавиации, если они разрешили использовать неоригинальные запчасти, значит, речь идет о том, что имеет место быть именно вот неоригинальным запчастям на самолете. Иначе зачем бы им тогда принимать такой технический регламент? Ну, а там как дальше будет? Ну, конечно, ничего хорошего. Те санкции, с которыми столкнулась российская гражданская авиация, не было, пожалуй, никогда и нигде. Что же до обещаний российского правительства производить отечественные самолеты, то и в этом вопросе эксперты настроены скептически. Выпустить то количество самолетов, которые эксплуатируются на сегодняшний день, потребуется 30 лет. Вопрос, а на чем мы будем летать эти 30 лет? Во времена Советского Союза там порядком 15 заводов работало на гражданскую авиацию. Все это было уничтожено. Эксперты Оливер Вуман прогнозируют, что к 2026 году Россия рискует лишиться половины своих лайнеров.